это новая adidas ультрабуст 22 так стоп пардон так вот это новая adidas ультрабуст 22 если вы из тех людей которые не видят разницу между 12 и 13 айфоном между 992 и 993 ню балансами то вот сегодняшний случай вам покажется шедевральнейшей загадкой как по иронии судьбы в том году я выпустил обзор 21 густов в котором сказал вау потому что я не ожидал того что adidas настолько радикально изменит их дизайн и вот наступает релиз 22 и у всех происходит недоумение а в дидасе ничего там не перепутали на фотках сайта точно новые кроссовки потом читаешь описание там тоже инфа про 21 и в конце концов мы получаем вот такой результат когда на первый взгляд они абсолютно неотличимы но как известно дьявол кроется в деталях поэтому мы сегодня посмотрим во всех подробностях на 22 постоянный хлоп в лоб сравнивая с 21 и посмотрим если между ними какая-либо разница либо ее нет и какие из них вам стоит выбрать 22 или 21 но если вам такой выбор кажется достаточно скромным то сейчас я вам расскажу о кое-чем где у вас выбор будет гораздо больше друзья я вам уже неоднократно рассказывал про удобные городские рюкзаки xd design защитой от карманников у этих рюкзаков несколько видов защиты от краж все молнии карманы у них спрятаны большинство моделей сделаны из непрорезаемых материалов и имеют специальные карманы с защитой от считывания помимо этого рюкзаки где дизайн удобные с продуманной организации внутреннего пространства и системой распределения веса и благодаря минималистичному дизайну они отлично подходят к любому образу и абсолютно любому стилю а еще компания где дизайн заботится сохранение природы и старается использовать для производства рюкзаков переработанные материалы об этом говорит даже специальная бирка на рюкзаке модели рюкзаков огромное количество можно выбрать на любой вкус и абсолютно для любых задач какой бы за рюкзаков вы не выбрали но покупать его я рекомендую строго у официального представителя и где дизайн россии в интернет-магазине и где дизайн точка ру кстати у ребят сейчас на сайте проходит скидка 15 процентов почти на все модели а по моему промо-коду бутс вы получаете еще и дополнительную скидку 20 процентов на все модели сейчас как раз будут праздники так что переходите по ссылке в описании и выбирайте себе или в подарок давайте начнем сверху и в старых и в новых кроссовках по традиции используется prime нит материал который достаточно хорошо для вот таких носочных кроссовок фиксирует ногу но вместе с тем и дает отличную вентиляцию которого хватит на почти любую летнюю жарищу однако что здесь изменилось так это сам рисунок проветриваемых зон если посмотреть на 21 ультра бусты то у них основная вентиляция находилась спереди и продолжалась сбоку хоть и частично прикрытая полосками adidas а ну и почти такую же картину мы видим в двадцать торых вентиляции спереди все также много но отверстия сбоку перенесли на верх лично я никакого толка здесь вообще не вижу если вы видите то дайте знать об этом в комментариях из минорных деталей логотипы дидаса сверху теперь под собой имеет смягчающую подушку мало ли может кому-то швы старого могли натирать но мне они вообще никак не мешали ну и также изменился дизайн шнуровки если смотреть на 21 то здесь это были четыре пары абсолютно одинаковых прямоугольных отверстий но если смотреть на 22 то снизу появились какие-то непонятные синтетические петли причем это не резинки и если смотреть выше то там идут три пары круглых отверстий самыми большими из них в конце поэтому шнуровать а как следствие надевать и снимать их стало легче и чё сказать это однозначный плюс теперь не такое очевидное отличие немного больше стала поддержка пятки она и по набивке стала чуть сильнее сама ее форма теперь плавно перетекает вниз старых это были просто две отдельные подушки с четко различимыми границами но о том как они отличаются на практике они внешне я обязательно расскажу чуть попозже но если говорить про вот эту пластину то она абсолютно никак не отличается они по форме не по жесткости с размерами ситуация абсолютно такая же с ногой 28 сантиметров я взял те же одиннадцать с половиной u.s. 11 uk 46 французский в то время как размеры стельки составляют 29 с половиной на 9,7 сантиметров и даже сравнивать вес то тут и сравнивать особо нечего что те что другие весят около трехсот семидесяти граммов при таком размере конечно же кстати забыл по поводу стелек еще кое-что добавить у меня в одной руке лежит стелек от двадцать вторых а в другой от двадцать первых вот попробуйте догадайтесь где из них какая теперь переходим к главной части к бусту чё только люди про него не пишут то он в иниках один то в изи другой то в стритболах 3 то он в одних кроссовках тяжелее в других более упругий я уже устал то повторять и еще раз вам говорю если дедас не добавляет каких-либо приставок название вроде того же самого hd то мы имеем дело с самым обычным бустом до ощущения могут от него отличаться но это зависит от его формы или толщины а в случае с 21 мы имеем абсолютно такую же картину как в 21 да и даже самых первых ультра бустах это по-прежнему небольшой участок спереди и гипертрофированной сзади и по-прежнему сзади его размеры могут показаться вам обманчивыми потому что буст в совокупности с пластиковой вставкой формирует здесь как бы стакан для пятки чтобы прибавить им стабилизации двигаем ниже к протектору здесь дизайнеры также сделали тот же самый control c control в резина здесь все та же continental разве что ее логотип поменяли выемка в пятки тоже никуда не делась и трассионная пластина без малейших изменений все та же леп которая по словам производителя еще и контролирует направление возврата энергии без это правда конечно я всегда был сторонником того что никогда не стоит торопиться оценивать ту или иную пару исключительно по внешним признакам но в этом случае вы практически ничего не потеряете это в 99 процентах случаев я делал обзоры кроссовок именно с повседневной точки зрения но эти кроссовки будут конечно же покупать бегуны в основной массе и тут вдвойне непонятно почему эти кроссовки имеют в названии цифру 22 потому что и в удобстве 21 они не ушли ни на йоту да это по-прежнему одни из самых флагманских кроссовок на бусте в принципе да они все еще также удобны и на повседнев и да для многих их посадка первое время все-таки покажется слегка агрессивный абсолютно также как в 21 и поймите меня правильно ребят я эти кроссовки ни в коем случае не ругаю за их комфорт он все также на очень-очень высоком уровне но все-таки хотелось бы в этой модели какие-нибудь даже минимальных изменений да здесь пятка стала немножко другая но даже это практически никак не ощущается что касается цветов туда бегунов кларвей особо не валяет но лично мне из всех больше зашла magic grey черта тоже само собой никуда не делась а вот остальные на повседнев пока будут фриковатыми возможно ситуация немножко изменится в будущем сейчас двадцать вторые ультра бусты стоят на сайте adidas а 17 тысяч рублей но вот те же самые 21 все еще можно где-то найти по 9 по 10 тысяч рублей может даже и дешевле но я вам еще больше советую если он конечно же повезет найти 20 или олджик для сингер хэдской тусовки они подойдут гораздо лучше нежели вот эти кроссовки но что касается 22 кто здесь абсолютно такие же выводы как и в случае с двадцать первыми это все еще отличнейшая кроссовки но только по прямому назначению на повседнева не подойдут так себе потому что уж больно сильно они отличаются от того что было с ультра бустыми прежде ну что друзья мне на этом для вас все вот такой коротенький видос оказался если некоторым за вас он показался излишне коротким посмотрите мой полный развернутый обзор двадцать первых если хотите знать еще больше подробностей по поводу эти кроссовок я сказал все как всегда с вас лайки подписки московские прописки переходите по ссылке мою группу в телеграме там я тоже сейчас начал укладывать интересные достаточно новости для некоторых добавить мне больше нечего и всем счастливым